Хочу порекомендовать вашему вниманию канал Арт Ситро. Канал для тех, кто неравнодушен к искусству, кому нравится смотреть, как художник создает свои шедевры, или просто хочет сам научиться рисовать, но не зная с чего начать. Как и в любом деле, вы пройдете от простого к сложному, начав с легких рисунков для копирования, как в свое время многие великие мастера также учились копируя. Затем перейдете к более сложным композициям. Научитесь писать в разных техниках. Акварель, простой карандаш, чернила, гелевая ручка, фломастер, гуашь. В описаниях под роликами иногда даются советы, как улучшить картину или расшифровывается тот или иной жанр. Даже если вы не планируете писать картин, то вы наверняка не останетесь равнодушны самому процессу, показанному в роликах. Автор очень старается. Новые выпуски выходят каждую среду и субботу. Сейчас их на канале уже более 30, а подписчиков всего 6 человек. Давайте порадуем автора к праздникам и увеличим эту цифру. Тем более, что материал, предлагаемый на канале Артситра, очень даже интересный. А сами ролики длятся 2-3 минуты. Уверен, столько времени найдется у каждого. Переходите по первой ссылке в описании и передавайте от меня огромный привет. Здравствуйте, дорогие друзья! Зима, снег, мороз, катание с горки, дворовый хоккей, лыжи и санки. Все это настолько прочно является частью нашей жизни, что нам порой даже трудно себе представить, что может быть как-то иначе. А если зимой начинает идти дождь, мы тут же чувствуем некий дискомфорт. Оно и понятно – период глобальных перемен во все времена был тяжелее периода стабильности. Также тяжелое душевное состояние многих людей, вызванное зимним дождем, вполне может противиться отголоскам недавней трагедии прошлого. Но это не точно. Наверное, ни для кого не секрет, что в наше время примерно половина жителей Земли за всю свою жизнь ни разу не видели снега. Лето круглый год для них вполне естественная ситуация. А давайте зададимся вопросом – а всегда ли была зима? Ну или всегда ли она была такой, как мы привыкли ее видеть со снегом и морозами? А что если я вам скажу, что еще совсем недавно, всего каких-то 200 лет назад, снега и мороза вообще не знал ни один житель Земли? Лето было единственным временем года для всех. О том, была смена климата или нет, конечно, можно много спорить, но вопреки расхожему утверждению, в споре истина не рождается. При этом академическая наука не отрицает факт смены климата в прошлом. Правда, задвигает она это событие в глубокую древность. Однако, давайте разберем те факты, какие у нас есть, и сделаем трезвые выводы. Самый первый и довольно-таки весомый аргумент – это скульптуры и картины прошлого, на которых персонажи изображены в легкой летней одежде, в туниках, сандалиях и на колесницах. И нет ни одной скульптуры, на которой персонаж был бы увековечен в шубе с лыжами или санками, или хотя бы в пальто. При этом, если посмотреть на скульптуры 20-го века, то мы увидим персонажей, одетых в узнаваемое пальто или полушубки. Тут, конечно, можно сказать, что в старину мода была другая. Но давайте посмотрим на моду 20-го века. Видим пиджаки, шапки, кепки. Теперь давайте посмотрим на моду 17-18 века. Видим такие же, только лишь с небольшими отличиями пиджаки, шапки и кепки. Как-то не сходится. В 20-м веке скульптуры изображают в одежде по моде 20-го века, а в 17-18 веках персонажей скульптур делают практически голыми, в то время как по моде того времени одежда принципиально не отличалась от современной. Друзья, если кто-то видел старинную скульптуру в шубе, пальто, шапке и ушанке или на санях, а не колеснице, то прошу написать об этом в комментариях. Второй аргумент это переделка храмов из так называемых холодных в теплые. И это касается не только церквей. Сохранилось очень много зданий, эксплуатация которых не была предусмотрена в зимнее время. По переделкам храмовых построек у нас на канале в общей сложности вышло более 40 фильмов. Есть даже отдельный плейлист, в котором эта тема разбирается на конкретных примерах. Поэтому сейчас скажу буквально в двух словах. При переделке в кирпичных стенах старинных зданий пробивались каналы дымоходов для обустройства отопления, а также делались скатные крыши. Эти пробитые штробы очень хорошо видно, например, на заброшенных церквях, и если с пробитыми дымоходами для печей более-менее все ясно, то по скатным крышам хочу немного пояснить. Дело в том, что для защиты от дождя достаточно плоской крыши с минимальным уклоном, чтобы стекала вода. Скатная крыша в привычном для нас виде нужна именно для того, чтобы на ней не скапливался снег, так как снег имеет приличную массу и может проломить крышу. Сравнение с современными пятиэтажками не подходит, ибо плоская крыша у современных зданий выполнена из бетонных плит с напряженной арматурой. Эта конструкция гораздо сложнее и дороже скатной крыши, которая выполнена из простых досок. И так как штробы для скатной крыши пробивались в уже готовой стене, то становится ясно, что изначально скатная крыша вовсе не предусматривалась проектом, точно так же, как и печное отопление. О том, почему это никак не связано с забывчивостью строителей, мы подробно разбираем в каждом фильме про храмы. Наконец, третьим аргументом за смену климата являются полезные ископаемые севера, а если точнее, то нефть и газ. Существуют разные теории происхождения нефти и газа на севере, однако самый простой способ получения газа метана – это разложение органики, то есть гниение того, что раньше было живым. При естественном гниении органики газ метан получается буквально уже через несколько дней. А учитывая, что газа на севере очень много, от слова очень-очень много, то можно себе представить, сколько там органики было. Кажется немыслимым, чтобы столько органики выросло в условиях вечной мерзлоты. Значит, в прошлом климат в том регионе был более теплый. Естественно, официалы будут говорить нам о миллионах лет, прошедших после смены климата или что западно-сибирская плита за эти миллионы лет приползла на север, так сказать, своим ходом. Однако, повторюсь, газ из органики начинает выделяться уже через несколько дней. Для этого не нужны миллионы лет. Более того, в вечной мерзлоте органика гнить не будет и газ не станет выделяться. То есть газ образовался еще до того, как все замерзло, что, собственно, и подтверждает нашу версию катаклизма, который мы излагаем в фильме, был ли потоп и при чем тут кислотные дожди. Наверное, каждый из вас знает, что такое теплица. Это нехитрое сооружение, при грамотной эксплуатации которого позволяет локально сделать иную климатическую зону за счет уменьшения теплоотдачи поверхностью земли и уменьшения излучения тепла в атмосферу. А что, если под теплицу поместить всю землю? Что тогда будет? Вот давайте вместе и подумаем. Повысится среднегодовая температура по всей поверхности земли. Переходы между климатическими зонами станут более плавными. Грунт прогреется на большую глубину. Расставить ледники и вечная мерзлота. За счет повышения температуры увеличится испарение воды из океанов. Климат станет более влажным и равномерным по всей земле. Прекратятся лесные пожары и пыльные бури. В пустынях станет возможным земледелие, а значит появятся новые территории для сельского хозяйства. За счет увеличившегося испарения из океанов их уровень понизится, также открыв новые территории. И все это реальность, ведь такое уже было в прошлом. Вы конечно спросите, а куда денется вся испарившаяся из океанов вода? Так все просто. Водяной пар почти в два раза легче воздуха. Если быть точным, то в 1,7 раза легче воздуха. Следовательно, он поднимется в верхние слои атмосферы, образовав там слой пара. Даже в Библии на второй день творения описывается небо, разделяющее воду. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. Книга Бытия, 1,7,8. Водно-паровой слой, который образуется в верхних слоях атмосферы, будет задерживать вредный ультрафиолет и солнечную радиацию. То есть на Земле улучшатся условия жизни, снизится количество раковых заболеваний. Помимо этого, такое количество воды над атмосферой приведет к повышению собственно атмосферного давления, что в свою очередь приведет к улучшению обмена веществ в организмах людей и животных. Таким образом, здоровье людей и животных улучшится, следовательно, увеличится продолжительность жизни. То, что люди и животные в наше время живут не в естественном для себя атмосферном давлении, говорит хотя бы тот факт, что нам нужна поваренная соль. О связи поваренной соли, астматического давления и водно-парового слоя мы подробно говорим в фильме про парниковый эффект это хорошо или плохо. Поэтому сейчас не буду повторяться, скажу лишь, что сам по себе парниковый эффект основан именно на водяном паре, которого в парниковых газах более 80%. Нетрудно подсчитать, что если испарится вся вода из ледников Антарктиды, Гренландии и с горных вершин, а также из мирового океана всего на 100 метров, то это увеличит атмосферное давление в 8 раз. Что интересно, но если уровень мирового океана понизится на эти самые 100 метров, то Берингов пролив исчезнет, Азия и Северная Америка соединятся с широким перешейком. О чем, собственно, и говорит академическая наука, что в прошлом эти континенты были соединены. Правда, официалы датируют это событие дремучей стариной. Таким образом, мы можем сделать весьма однозначный вывод, что в прошлом климат действительно изменился. Причем изменился он совсем недавно, затопив города, которые люди уже успели построить, и принеся зимы на северные широты, так что даже в церквях пришлось обустраивать отопление. Друзья, а теперь, как говорится, в качестве информации к размышлению, позвольте задать вам такой вопрос. Как вы думаете, почему в народных преданиях солнце называется красным, а лес в темно-синем? Про версию красный значит красивый я знаю, но мне интересно ваше мнение о красном солнце и синем лесе относительно смены климата. Уверен, если вы внимательно слушали весь фильм, то услышали ответ на этот вопрос. Тема климата на самом деле очень обширная, поэтому если у вас есть что добавить, то прошу писать свои мысли в комментариях. А я на этом с вами не прощаюсь, самое интересное будет впереди. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до скорых встреч! Продолжение следует...